Жена мэра устроила скандал и потребовала, чтобы ты перестала разрушать здание. Ты ведёшь себя так, словно ничего не произошло. Мне ничего другого не остаётся? Энни, как бы ты ни старалась, тебе вряд ли удастся доказать своё алиби. Ты в этом уверен? Абсолютно. Ты сказала мне, что принимала ванну в тот момент, когда убили твоего отца. Теперь ты утверждаешь, что смотрела телевизор вместе с тётей. Неужели тебе больше нечем заняться? Что ты ко мне привязался? Я как раз собирался на работу. Мне не хотелось уходить, не попрощавшись с тобой. Ведь когда я вернусь домой, ты, быть может, уже будешь сидеть в тюремной камере. Особенно на это не рассчитывай. Полиции лгать бесполезно. Тебя всё равно выведут на чистую воду. Конечно, ведь ты отказался подтвердить моё алиби. Тебе нужно было только сказать правду. А в истории с Марией ты тоже во всём признался? Мне пора на работу. Прошлый раз, когда ты делала такие упражнения, жена мэра потребовала выселить тебя из города за разрушение дома. Это ещё хуже, чем я думал. Многие от волнения кусают ногти. А ты, как я вижу, предпочитаешь свои особые пытки. А что мне остаётся делать, Бен? Броси. Не надейся, что полиция поверит такому неубедительному алиби, который ты придумала. Неужели? Да. Ты сказала мне, что принимала ванну в тот момент, когда убили твоего отца, а теперь ты говоришь, что смотрела видео вместе с тётей. Неужели тебе больше нечем заняться, как торчать рядом и злить меня? Я как раз собирался на работу. Просто не хотел уходить, не попрощавшись. Когда я вернусь домой, ты, наверное, уже будешь сидеть в женской тюрьме. Ну уж нет, спасибо. Ты не можешь лгать полиции. Ты ещё больше запутаешься. А ты им помогаешь, отказываясь подтвердить моё алиби? Если бы ты сказала правду, то алиби было не нужно. Как было с Марией? Мне надо идти на работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!